Формирование патриотизма в семьях офицеров, благотворительная деятельность, развитие добровольческих проектов в Самарской области. В этом году усилиями членов Общественного Совета было проведено 52 мероприятия. Работа велась не только с сотрудниками уголовной системы. Общественный Совет принимал участие в доставке гуманитарных грузов на Донбасс, особое внимание уделяя людям, которые вынуждены прибыли в наш регион из ДНР и ЛНР. В конце года члены Общественного Совета традиционно встретились для того, чтобы подвести итоги работы и наметить планы на будущее. Те мероприятия, которые будем проводить, они однозначно важны. И результаты, которые Общественный Совет достиг на территории Российской Федерации, да, это лидирующие места, должны быть еще лучше. По итогам года Общественный Совет нашего региона вошел в тройку лидеров. Помощь УФСИН России по Самарской области оказывается в проведении таких мероприятий, как слет молодых сотрудников, конкурс виват-офицеры, мисс УИЗ. Кроме того, член Общественного Совета организует правовое информирование осужденных, спортивно-массовые и другие акции. Среди наиболее заметных – пополнение литературы библиотек исправительных учреждений. Это и обучение, это оказание материальной помощи, это и воспитательная работа как с осужденными, так и с сотрудниками. То есть, всесторонняя помощь. Огромная работа ведется и на производствах в учреждениях исполнения наказаний. Продукции нашего региона обеспечивают всю территорию России, что говорит о безусловном качестве самарских товаров. У нас находится то производство по синтетическим моющим средствам, по сути, стиральные порошки. Они находятся на территории нашего учреждения, и мы нашими порошками и жидкими моющими средствами обеспечиваем всю территорию России за Уралом. То есть, начиная от Урала, это наше производство, которое находится, я не открою секрета, на управленческом. В завершении заседания за плодотворную работу членов общественного совета наградили благодарственными письмами. А за активное освещение деятельности общественного совета при УФСИН России по Самарской области дипломом отметили и телеканал «Самары ГИС». Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События.